Амур, я думаю, что спокойно не даст, тем более, что сегодня, давай уже говорить, один матч завершен. Сегодня Амур себя дома принимал в Новосибирскую Сибирь и победил со счетом 3-5. Ну, а с тем временем опасная ситуация у вас ладца, но вновь, говорит, попадающему попал еще в него Фролов. Вот это здорово. И вот здесь поддержать уже не стоит суетиться, но вместо этого как раз суета и дальше атака голкипера. Конечно, будет пауза и выносится вбрасывание уже в среднюю зону, а может быть даже и подальше. Александр Фролов на ваших экранах, но мы ждем повтор этого момента, когда пустые ворота не смог Роман Червенко попасть. Нет, это финал. Ну да, игрок, площадь, то что такое, ну, не покажет. Ладно, бросок по воротам, вот это важнее, лассо. И еще момент, ну и на дальнюю штангу, нет, сам бросает, а вот добить уже сложно было. Привык играть авангард, он последний, о, хорошая ситуация могла возникнуть. Доление, первое удаление будет у Омска. Антон Белов там, не по букию закон. Действительно могло быть опасно. Сил нет уже, слишком длинная спина, но вот у Пережогина. Пережогин, ну это две минуты, действительно. Совсем недавно Александр Пережогин, похоже, в ключе забрасывал шайбу, которая, кстати, вошла в топ-10 одну из игровых недель. Вот точно так же здорово катился в зону, объехал ворота и поразил цель. Ну и вот сейчас похожая ситуация, но, кстати, вот бортечка здесь. Пережогин по-прежнему на площадке и не торопится уходить оттуда. Бросок, Червинка, ой, пустые ворота, опять шайба не заходит. Шкоула. Фролов. Убивание не получается. Снова Фролов. Шкоула ждет шайбу на синий, дожидается ее. Нет, на площадке у нас праворуких кис, это все-таки Семин, Аверин и Червинка. По-прежнему это сочетание. Бросок, попадает шайба в ногу. И вот. Ну, к слову тех, кто дольше всех. Мартин Шкоула. 18.41. Вот уже спух-то и момент-то какой. А у Недороста был. 18 минут 41 секунда. В общем, включая вот то, что у нас уже случилось в третьем периоде. Это лучшее время среди всех игроков Авангард. Кирилл Лямин. Вот 14 минут. Надь. Пауза выдерживает пул. Ох ты, Рамо. Не может никак подняться. Что-то. Пилсо это Антон Белов. Мощнейший бросок. И вот на этот раз уже кто-то получает травму из хоккеистов. Льва, по-моему, это Бартичка. Нет, это Томаш Дону нужно покидать. Вот быстрый выход. Смотри, 3-2 побежали. Пауза. Бросок по воротам. Рамо. Рядом со штангой. Ну и опять же, не очень активно получаться у этого хоккеиста, но... Калюшный. И сразу на пятак. Резко бросок. И опять невероятная какая-то ситуация. У ворот Лацо. Но Авангард как минимум по одному голевому моменту создает за период. Помним, Черненко бросал во втором периоде. Кстати, вот Аверин был также. Ну и здесь вот Калюшный. Зрячую передачу. Ух ты, пустые ворота. Юрий Александров пошел вперед. Похоже, понравилось ему забрасывать. Кстати, сумел отличиться в своем последнем матче за питерские СКА. Ну и буквально в тот же день получил известие о том, что он будет обменен в другую команду. И этой командой оказался Омский Авангард. Я думаю, что противоположный край не точно. Александр Попов может обыграть. Что он и делает. Но бросок не получился там по-моему. Кто-то из защитников Льва подставил клюшку. Но она попала в заградительную сетку, но и вновь вернулась на площадку. Вот он, Александр Попов. Но не так льва выездная. Ну, скажем прямо, не просто будет и теми, и другим. Вот момент. Хорошо, освободился. Пауза. Бросок. Ой-ой-ой. Карри Рамо фантастическую выдержку проявил. Тут, конечно, Владислав Снайк тоже еще артист. Все-таки такие ситуации надо решать. Но с другой стороны, посмотрите, как хладнокровно действовал Финн. Ну, действительно, овертайм стал бенефисом для Карри Рамо. Молодец, дважды выручил. И есть претензии Рамо к своим защитникам. Так-так, пока не смотрит на ватаря, бросает. И Карри Рамо. Ну, что, Финн, как ехал, так и бросил. Да, пару раз переложил там шайбу. Но, действительно, изначально, наверное, в голове планировал то, что будет завершать свою булитную попытку именно броском. Но бросок в таких ситуациях должен выполняться несколько лучше. Александр Фролов. Молчал, молчал. Посмотрим, заговорит ли сегодня. Шайбу укоротил. Фролов кистями в домик. 1-0. Авангард выходит вперед. Также не стал обыгрывать. Посмотрел, что Лацо очень сильно прижался к своим воротам. Ну, и не было смысла там финтить. И обыгрывать вратаря. Просто бросил. Ну, что, Надь. Надь разбег. Бросок. И говори ему. Браво. Что делает тут Рамо? Как-то странно бросает. Обрати внимание. Все низом. Хотя знают, что Карри Рамо замечательно играет как раз тут. В этой зоне. Отличное настроение, видимо, скамейки запасных Омского Авангарда. Раскрепостились там хоккеисты. И все в руках Александра Пережогина забрасывает. Авангард добывает бонусное очко. Не забросил. Ну, перебудрил немножко. Да, очень долго. Ну, а теперь решающий бросок. Попротских хоккеистов. Ну, вот хорошо выкатился. Ну, вот здесь бросает. Ну, или вот здесь. Ну, и вот уже закатился. И там, конечно, уже перекрыл угол. Карл Пиларш. В общем, может на силу. Сейчас попробовать. Пиларш. И это обыгрывает. Все. Авангард побеждает сегодняшние встречи. Благодаря единственной шайбе Александра Фролова в серии послематчевых гулитов. Ну, а Пиларш, смотрите, что тут сделал. Опять перебирает. И еще шайба слетает у него с крюка. В общем, поздравляем всех болельщиков Омской команды с этой победой. Ну, и Авангард во многом выиграл не только благодаря Александру Фролому, а вот благодаря вот этому финскому парню. И теперь я уже точно могу сказать, что у Рама...